Всем привет, на связи Мабу. Мабу это платформа по созданию мобильных приложений. В сегодняшнем видео мы поговорим о значимости дизайна для разработчиков при создании мобильного приложения. Вы узнаете, должны ли вы разбираться в дизайне, где брать вдохновение и какими сервисами стоит пользоваться. Если вы разработчик или только присматриваетесь к этой платформе, тогда видео будет вам чрезвычайно полезным. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Самый главный вопрос, который мне очень часто задают зрители, должен ли разработчик заниматься дизайном, должен ли он вообще в нем разбираться. Мой ответ одновременно да и нет. Сейчас поясню, вы как разработчик не должны заниматься отрисовкой дизайна на таких сервисах как Figma или Photoshop, не должны заниматься на профессиональном уровне, но иногда набросать дизайн приложения вам все-таки придется. Но если вам попадется заказчик, который попросит именно сначала сделать ему дизайн и макет для его приложения, то скорее всего такое задание он дал не вам одному, и тот кто быстрее и ярче сделает ему дизайн, с ним он и продолжит работу. Это такие клиенты-экономщики. В таком аукционе я бы не советовал вам участвовать, гоните прочь таких заказчиков. Но все же иногда прикинуть для себя макет и дизайн все же придется. Как же разрабатывается приложение в командах? Сначала создается макет. Что такое макет? Макет это схема экранов вашего мобильного приложения. Этот макет имеет черно-белый вид и содержит в себе информацию о том, где будут находиться ваши виджеты. То есть это такой набросок экранов вашего мобильного приложения. Обычно макет оформляется в программе AXUR. После этого происходит создание дизайна, то есть визуального оформления приложения в соответствии с макетом. Дизайн также делается, есть множество программ. Очень часто выбирается фигма, когда макет и дизайн готов, то проект придается в работу программисту. Так происходит при разработке в командах. Но если вы работаете один, то скорее всего вы будете отрисовывать макет и дизайн у себя в голове или на бумаге по ходу разработки приложения. Но обычно я делаю следующим образом. Я на бумаге делаю макет каждого экрана, а затем создаю функционал для мобильного приложения. Чтобы все выгружалось, происходили какие-то события при табе по одному или другому элементу. То есть создаю главный функционал. А после этого уже на макет приложения с готовым функционалом я создаю дизайн. То есть я создаю UI часть мобильного приложения. Что такое UI? UI это внешний вид вашего мобильного приложения. Это набор элементов мобильного приложения. То есть виджетов. Таким образом можно к UI относиться как к графическому оформлению мобильного приложения. По факту это то, как ваше приложение будет выглядеть. С понятием UI тесно связано понятие UX. UX это юзабилити. То есть удобность расположения элементов приложения. То есть UX определяет насколько удобно расположены кнопки или навигационное меню. Ну и другие виджеты. То есть UX определяет стоит ли переместить этот виджет в другой мест или он идеально находится в своей позиции. Итак, должен ли вы как разработчик заниматься созданием дизайна приложений? Мой ответ нет. Но разбираться хотя бы поверхностно в нем вы должны уметь. Вы должны понимать основы работы с цветом. То есть как правило в приложениях используется подход двух-трех цветов, не более. Например черный фон, белый текст и оранжевый цвет для выделения конкретных элементов. Также используется подход двух смешных цветов и одного отличающегося. Например белый, бежевый и синий. По поводу работы с цветом вы можете посмотреть видео. Ссылка на него есть в описании. Также вы должны разбираться со шрифтами, понимать какие нужно использовать, а какие нет. И вы должны иметь в своем распоряжении библиотеку с вашими любимыми шрифтами, которые вы используете в своих проектах. То есть давайте подведем такой предварительный итог. Должны ли вы разрабатывать дизайн? Нет, это другая сфера деятельности, этим занимаются другие специалисты. Но знать основы дизайна, построение UI и UX приложения вы обязаны. Тем более вам очень часто придется заниматься визуальным оформлением, ведь это неотъемлемая часть работы мобильного разработчика. Вам придется двигать кнопки, рисовать их по-разному, редактировать дизайн приложения, работать с фотографиями, именно убирать фон, перерисовывать. Работать с визуальными элементами на таком примитивном уровне это неотъемлемая часть работы разработчика. Итак, мы выяснили, что дизайном придется немножко заниматься. Но зачастую у вас не будет дизайна и придется разрабатывать все на ходу. Где тогда брать лучший опыт и вообще вдохновение? Во-первых, обратите внимание на топовые компании. Это Apple, Samsung, Google, Coca-Cola, Sony. Посмотрите на их дизайн. Затем вы можете использовать паблики, где публикуются топовые решения оформления дизайна. Во-первых, это Instagram. Под видео будет ссылка на паблики в Instagram, где я ежедневно просматриваю идеи по оформлению дизайнов. Вам нужно мониторить рынок и отбирать лучшие решения и формировать свою креативную доску с идеями. Также вы можете просматривать лучшие идеи по реализации дизайна для мобильных приложений на таких сервисах, как Pinterest и Behance. Кроме того, я ежедневно просматриваю видео для дизайнеров мобильных приложений и посещаю различные вебинары для того, чтобы поверхностно понимать, что происходит с дизайном мобильных приложений в настоящий момент. Вам очень поможет, если вы пройдете курс по работе с фотошопом или фигмой, но это не обязательно. В общем, если вы хотите стать мобильным разработчиком, то готовьтесь постоянно учиться. Без этого вы будете очень слабым разработчиком. Нужно постоянно развиваться. Также вам придется использовать в разработке графические материалы, это различные изображения и иконки. И тут очень важно не нарваться на нарушение авторских прав. Поэтому лучше всего использовать платные иконки или иконки без авторских прав. Да, иконки это такие мини-изображения, символизирующие тот контент, возле которого они располагаются. У вас под видео будет ссылка на сервисы с иконками, которыми я постоянно пользуюсь. Очень много иконок встроены также в Android Studio и вы можете брать, использовать родные иконки. А что с изображениями? Тут однозначный подход, когда мы говорим о нормальных коммерческих проектах, мы должны при разработке мобильных приложений покупать изображения с фотостоков. Их очень просто найти, просто бейте в Google запрос фотостоки, а также под видео будет ссылка на фотостоки, которыми я лично пользуюсь. Кроме того, на таких фотостоках можно найти и видеоконтент, который понадобится для создания рекламных роликов, для продвижения своего мобильного приложения в будущем. Но это тема уже для отдельного видео. Я думаю, с этим все более или менее понятно. Вообще, я планирую сделать бесплатный мастер-класс по работе с изображениями при разработке Android приложений. Если интересно, то пишите комментарии под видео. Конечно же, лучшим подходом является адаптация дизайна под вкус клиента. На Android каждый пользователь имеет право выбора дизайна операционной системы. Вы можете выбрать темный вариант или светлый вариант. Этот выбор уже говорит о многом в качестве предпочтений пользователя. И мы можем подстроиться по такой выбор пользователя, используя динамичную подгрузку цветов, исходя из того, какая тема выбрана пользователем. Это очень крутой инструмент и не забывайте о нем. Давайте подведем итог. Должны ли вы как разработчик создавать дизайн? Нет, не должны. Для этого в командах есть разработчики. Если вы работаете одни, тогда скорее всего вы дизайн и макет будете разрабатывать в процессе написания кода. Но также вы можете пропагандировать фундаментальный подход. Сначала сами строите макет приложения, затем делаете дизайн и после разрабатываете приложение. Также очень хорошим подходом является сотрудничество с дизайнерами, с которыми можно договориться о нормальной цене с условием публикации его имени и ссылки на его профиль в разрабатываемом приложении. Нужно ли вам разбираться в дизайне? Да, нужно. Вы должны развивать в себе чувство вкуса при выборе цветов, шрифтов. Также вы должны поставить себя на место пользователя и понять, удобно ли вы располагаете контент приложения. То есть вы должны психологически понять пользователя. То есть вы кардинально должны понимать UI и UX приложения, ведь очень много времени вы потратите на разработку визуальной части мобильного приложения. Брать вдохновение вы должны на специальных платформах. Кроме того, на специальных сервисах вы можете скачивать иконки и изображения, а также можете использовать родные иконки. Все ссылки на сервисы есть в описании к этому видео. А на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи в следующих эфирах. Всем пока.